Всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра! Как вы уже могли понять из названия, сегодняшнее видео будет посвящено фаворитам месяца мая, так что всем тем, кому интересно посмотреть, что же я любила в прошлом месяце, конечно же, оставайтесь со мной! Я хочу начать с косметических фаворитов, и первую вещичку, которую я вам покажу, будет вот такой вот карандаш для глаз от фирмы Catrice. Catrice это достаточно бюджетная фирма, поэтому я была очень удивлена, что на самом деле качество оказалось очень достойное. Сегодня этот карандаш для бровей у меня нанесен на глаза, мне он нравится именно своим оттенком, называется он Eyebrow Stylist и в оттенке 030 Brown Eyed Peas. Интересное название. В общем, он очень классно тушуется, и что мне нравится в нем, так это то, что он не рыжит. Очень трудно найти коричневые оттенки карандашей, которые не уходили бы в рыжий, с одной стороны у него карандаш, с другой стороны такая щеточка, которой очень легко можно расчесывать себе брови. Вот, поэтому я вам хочу посоветовать очень хорошая, бюджетная и качественная вещь. Помада от фирмы Evelyn или Evelyn, я до сих пор так и не знаю, как ее правильно произносить. На самом деле эта помада, это мое такое открытие, но старое открытие. Для тех, кто смотрит мои видео предыдущие, особенно предыдущее видео про макияж, я там упомянула, что последние несколько месяцев я вообще не пользовалась никакими ни помадами, ни блесками. Единственное, что я могла нанести на губы, так это мой бальзам от Carmex. Но что-то в этом месяце, то есть в прошлом месяце, я решила поменять свою тактику. В общем, порыла из своей косметички и нашла вот эту помаду, которую я покупала уже достаточно давно. Поэтому то, что это помада от фирмы Evelyn, я очень с трудом поняла, все уже там пообтерлось. Но на этикетке мне все-таки удалось еще прочитать. Кстати, она у меня сегодня на губах. Называется эта помада True Color Lipstick в оттенке 05. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Очень красивый такой персиковый нюд. По сути, сама эта помада, она кремовая. То есть, когда вы ее наносите на губы, она у вас будет такая кремовая, достаточно питательная. Мне не нравится. Кремовые помады, я не очень люблю этот блеск. Поэтому, что я делаю, я после того, как нанесла эту помаду, я потом либо салфеткой, но чаще всего просто целую свою ручку для того, чтобы убрать этот лишний блеск и чтобы эта помада приобрела матовость. В общем, могу порекомендовать. Она достаточно бюджетная и вот из-за цвета она мне очень приглянулась. Также, если вы являетесь моим подписчиком или просто смотрите мой канал регулярно, вы наверняка заметили то, что у меня другой, опять другой цвет волос. Да-да-да-да-да. В общем, не буду откладывать долгий ящик. Я опять покрасила волосы и на сей раз у меня уже не кастинг. У меня уже другая краска. Эта краска также от фирмы L'Oreal. Я остаюсь верна фирме L'Oreal. Это уже более стойкая краска. Называется она Preference. И оттенок у нее 3,12. Сам оттенок этот называется насыщенно-холодный темно-коричневый. Почему мне он понравился? Потому что он именно холодный. У меня холодный цветотип и теплые оттенки мне, увы, но не подходят. Сейчас, так как я покрасилась достаточно недавно, он выглядит очень темно. Я смотрю даже и на камере, и в жизни он выглядит практически черным. Но он будет смываться и превратиться постепенно в такой темно-коричневый. Но я надеюсь, что там не будет ярко выраженной рыжины. Я ничего не имею против рыжего цвета, но просто мне он не подходит. Краска классная. Я раньше тоже ей пользовалась. И вот решила вернуться к таким проверенным брендам. Поэтому да, она у меня является также фаворитом. Вот такая вот баночка с маслом шоколадным, с маслом какао. Я ее купила у нас для тех, кто из Риги, из Латвии в магазине Дрогас. Никогда раньше я не сталкивалась с этой фирмой. Это фирма Палмерс. И я искала что-то такое, знаете, очень питательное, очень жирное. Потому что у меня из моего ухода за кожей очень сильно стала сохнуть кожа. Особенно под глазами я перестала выбросила. Ну, не выбросила, в общем, перестала пользоваться моим предыдущим уходом, который мне нещадно сушил кожу. Но также мне нужно было что-то такое восстанавливающее. Я подумала, что вот это именно кокосовое, кокосовое, шоколадное масло мне подойдет. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Оно очень-очень жирненькое по консистенции. То есть я на самом деле им пользуюсь уже не первый месяц. Мне кажется, второй месяц. И все-таки достаточно мало я еще использовала. Там написано, что его пахнет просто самым натуральным плиткой шоколада. Запах у него обалденный. Я его наношу на ночь. Там написано, что для сухой и очень сухой кожи очень хорошо его использовать как overnight treatment. То есть как бы вот такое вот, знаете, как treatment, как это сказать, уход. В общем, ночной уход. Перед тем, как идти спать, я его мажу под глаза, я его мажу на губы и вообще на лицо и на руки. И на самом деле на утро ты просыпаешься, кожа такая увлажненная, очень красивая, напитанная. Я вообще не знаю. Многие говорят, что не нужно жирным кремом мазать под глазами, потому что будет отечность с утра. Но у меня нет никаких отеков. Мне очень нравится и могу посоветовать. Также я вижу, что мне его хватит достаточно надолго, потому что за два месяца у меня расходовалось еще не так много, при том, что я им действительно пользуюсь каждый день. Хочу затронуть вопрос про кожу. Мне некоторые мои подписчицы писали, что они заметили, что у меня кожа выглядит гораздо лучше. И тьфу-тьфу-тьфу. Я тоже заметила улучшение. И слава богу, хочу сказать большое спасибо за поддержку всем моим подписчицам, всем тем, кто оставляли добрые комментарии под моими видео про прыщи, про то, как я борюсь с прыщами, с акне. В общем, одна из подписчиц мне посоветовала вот такое вот средство, которое я вам сейчас покажу. Называется оно «Зеркалин». У нас это средство в Латвии не продается, к сожалению. Но мне так посчастливилось, что у меня мой брат уезжал в Россию, в Санкт-Петербург. Также моя двоюродная сестра живет в Москве. В общем, я попросила как у брата, так и у сестры купить мне. Каждому заказала вот такой вот маленький пузыречек. И вот они мне привезли. И я им пользуюсь каждый день. Протираю с утра и вечером кожу лица. Мне действительно он очень понравился. В нем содержится антибиотик. Называется этот антибиотик клиндомицин. Не знаю конкретно, что подействовало. Именно вот эта вот штуковина или комплексный уход. Потому что также я принимала антибиотики для того, чтобы очистить немножечко свою кожу. Но все-таки я считаю, что зеркалин тоже оказал свое влияние. Поэтому большое спасибо тем, кто посоветовал мне это средство. И да, оно безусловно явилось фаворитом прошлого месяца. Также для своей кожи я приобрела вот такие вот витаминки от фирмы Гималая. Эти витаминки я купила также в магазине Дрогос. Для тех, кто из Латвии. Можете присмотреться. В общем, эти витаминки написаны для того, чтобы улучшить состояние кожи. Они идут с экстрактом Нимы. Я изначально вообще не знала, что такое Нима. Тут написано Ним, Skin Wellness. Но я думала, что просто я не знаю перевода с английского языка. И наверняка кажется, что это какая-то простая трава, которая будет мне знакома. Но я до сих пор как бы перевела, что это значит. Это значит Нима. Трава называется Нима. Но я первый раз с ней столкнулась. Написано, что она очень хорошо помогает не только с кожей, а также с пищеварительным трактом. В общем, я стала принимать эти витаминки. И в комплексе, наверное, со всем и с тем самым зеркалином, который я вам только что показала, это все является вот таким вот хорошим действием, благотворным на мою кожу. Так что вот могу вам тоже порекомендовать. Ребята, эта вещь просто бомба. И это мороженое Ben & Jerry's. Это просто нереально вкуснейшее, вкуснючее, обалденное, классное мороженое, на которое я наткнулась случайно. Я купила его в магазине Stockman. Опять же, для тех, кто из Риги, может зайти присмотреться к нему, попробовать его. Оно не дешевое. Это его единственный минус. Потому что, ну, все-таки, да, за мороженое как бы не хочется платить. Ну, вообще, мне кажется, ни за что не хочется платить много. Ну, в общем, да, то, что оно все-таки стоит дороговато, я считаю, что это его самый большой минус. Но в остальном я его просто полюбила нереально. Называется оно Ben & Jerry's. И это Cinnamon Buns. То есть, со вкусом таких вот, знаете, булочек с корицей. Оно просто обалденно вкусное. Я могу съесть вот такую вот бадью за раз, как нефиг делать. Я вообще являюсь фанатом мороженого. Особенно сейчас у нас в Риге наконец-то наступила настоящая летняя погода. И очень было очень-очень-очень жарко. И, в общем, такое мороженое мне просто заменяло полноценный обед. Ну, окей, не заменяла полноценный обед, но, в общем, оно классно. Я думаю, что вы уже можете понять по моим дифферамбам, что я его просто обожаю. Так что присмотритесь. Ben & Jerry's Cinnamon Buns. Раз уж мы затронули тему еды, то хочу вам показать также продукт пищевой, который я, к сожалению, открыла не с той стороны. У вас такое бывает? Я думаю, что бывает. Открыла его, короче, не сверху, а снизу. Ну, в общем, это вот такие вот мюсли. Мюсли от фирмы Hercules. Это наше латвийское производство. Латвийское вообще? Фиг. У нас здесь написано, произведено в Германии. А я вам тут говорю, что это латвийское производство. В общем, это немецкое производство фирмы Hercules. Называется Active & Fit, crunchy, whole grain muesli, йогурт и малина. Мне они очень понравились. Это, значит, такие вот овсяные хлопья. Я их утром ем с молоком. И они очень вкусные, очень питательные и насыщенные. Насыщают меня энергией на достаточно долгое время. И, в общем, они очень такие вкусненькие. Не слишком сладкие, не приторные. Очень приятные. Нет ни от них никакой сжоги. И так как цельнозерновые, в общем, достаточно, являются очень полезными, не достаточно, а очень полезными для нашего организма, и я думаю, что это также и пользу несет тоже, помимо вкуса. То есть вкусно и полезно. В общем, все вместе. В общем, вы меня поняли. Это было все на сегодня. Я вам показала и рассказала про фавориты месяца мая. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня своими пальчиками вверх. А также не забывайте следить за мной в моих социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте. Ну, на ВКонтакте я, если честно, не так часто бываю. И в Инстаграме. Инстаграм – это моя самая любимая социальная сеть. Я туда стараюсь постить фотки практически каждый день. Так что, если вам интересно следить за моей жизнью, конечно же, проходите по ссылочке. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. И да, я вам хочу пожелать всем-всем-всем-всем-всем отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok